Хабиб сломает его, заклинчует, сломает, свалит, под себя загонит и просто забьет, там будет. У меня все руки переломаны, перебиты, все пальцы. Я все свои последние сбережения собрал, то, что накопил с боев. В профессиональных боях я уже участвовать не буду. После операции у меня жесткая депрессия была. Я два месяца на костылях ходил и думал, для чего мне это нужно было. И все, загнал себя к этому и пришел в конечном итоге. Все дагестанцы знают, что такое гамач. Гамач в переводе с аварского это камень. 27 января наши друзья из букмекерской компании Фонбет отмечают Киберпонедельник. Это такой же праздник, как и Черная Пятница, только в интернете. По этому поводу у Фонбета специальная акция. Регистрируйтесь по ссылке в закрепленном комментарии к этому видео, введите промокод КП20 и получите беспроигрышную ставку в размере 500 рублей, чтобы зарядить на лучших. Спасибо Фонбету за поддержку нашего канала. Сегодня в гостях увестник ММА, боец, менеджер, владелец бургерной и просто приятный собеседник Мурат Мачаев. Мурат, привет. Приветствую, но там немножко, чуть-чуть лишнее было в моем резюме тоже. Расскажи. Ну, по поводу менеджерства, я отошел от этого дела, я этим не занимаюсь сейчас. Мне просто совсем недавно рассказывали, что ты в GFC составляешь пары бойцов. Ну, меня попросили заняться этим. Я как бы один турнир помог им в организации одного турнира, после этого я отошел от этих дел. Сейчас этим не занимаюсь. Почему? Ну, во-первых, слишком тяжело, во-первых, работать с компанией, во-вторых, у меня слишком много людей меня, грубо говоря, настигали по Дагестану. Мне уже полдагестана написала, позвонила за это время по поводу бойцов. Это какой был турнир, который ты помогал? Как раз в Дагестане, который? Нет, это был сочинский турнир, где в главном бою дрался Меграна. Понятно. И тебе просто как бы не хватает времени, или ты больше не хочешь этим заниматься, чтобы понял, что это не твое? Ну, и мне и времени не хватает, и слишком, 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 ну, тяжело это, с каждым человеком общаться, каждому что-то объяснять, но тяжело это слишком. Не знаю, у меня времени нет, но сейчас этим заниматься. Давай тогда чуть разобью тему. Вообще, многие менеджеры бойцов, не менеджеры, не менеджеры, которые составляют карта менеджера бойцов, ругаются на GFC, что там есть неразбериха, потому что там пара составляет целых шесть человек. Это правда или нет? Сейчас там непонятная ситуация. Там некоторые турниры одни люди организовывают, некоторые турниры другие люди организовывают. Там вообще непонятно. Я поэтому, говорю, чуть-чуть тяжело с ними, то есть работать было, там, короче, концы с концами, короче, не находишь, где что, кто за что отвечает, поэтому тяжело там работать. Окей. Тогда менеджер мы уберем, экс-менеджер тогда оставим в нашем приветствии. Можно, можно также еще и экс-боец сделать. Я уже не собираюсь возвращаться, если честно, профессионально. Про это как раз хотел сейчас поговорить. Хотя я думал сначала, чтобы ты рассказал про бургер, потому что ты в ней сидишь, как я понимаю. Да. Я могу увидеть, ну типа, как камера у нас поворачивается, тут сейчас найти надо. Для тех, кто не знает, Мурат Мачаев открыл свой бургер, он называется Гамач-бургер. В Мухачкале. В Мухачкале. Расскажи про этот бизнес и вообще. Ну, общепит, те, кто этим занимается, они знают, что это очень тяжелый бизнес. У нас очень тяжело работать, каждый день приходится контактировать с людьми, очень тяжело и в плане контроля качества тоже тяжело и, ну, в общем, я не знаю. Те, кто этим занимается, поймут, наверное, меня. Очень тяжело. У меня, кстати, много друзей занимаются как раз общепитом. Можно сказать, почему именно бургерное, как пришла идея открыть? Так получилось, что после операции я лежал дома, я взял на колено, в разрыв крестообразной связки у него, сделал операцию на колено, лежал дома. И я понимал, что в ближайшие года полтора мне не светит вернуться в спорт. И начал задумываться о том, чем бы заняться. И настолько все банально, я залез в Авито, лежал дома, залез в Авито, увидел объявление, продается, готовый бизнес. Вот эта кафешка продавалась, она на тот момент. Я все свои последние сбережения собрал, то, что накопил с боем. И посоветовался с людьми, кто уже занимается общепитом, и выкупил эту кафешку. И так получилось, что на тот момент я был первым человеком, кто позвонил по этому объявлению. И так как-то удачно сложилось. Почему гамач? Это немножко такая там долгая история, наверное. Ну, я пытался один момент заняться, ну, хотел открыть свой спортзал. Пытался заняться там одеждой и так далее, и так далее. Гамач это немножко такой дагестанская фишка, наверное. Потому что все дагестанцы знают, что такое гамач. Гамач в переводе с аварского это камень. Переводится как камень. И у нас на таких крепких ребят говорят иногда, гамач это крепкий камень такой. Я пытался сделать какой-то свой, наверное, свой логотип, да, что-то типа такого. Пытался открыть спортзал, и вот я обратился к дизайнеру за помощью. И мы вот так сидели, как-то вместе общались. И понравилось название, так как, ну, оно как аббревиатура, да. Мы хотели открыть школу грэплинга, и получалось, грэплинг, Г-буква, да, А-академия и Мачаев. Да, матч, получалось, так сложилось это все еще как-то в тему. Грэплинг, Академия, Мачаев. И вот так как-то, и мы уже сделали свой логотип, свой, там, это уже был свой логотип, да, грубо говоря. И когда вот этот, купил я вот этот готовый бизнес, мы решили как-то его адаптировать, вот, общепит. Ну, так получилось. Ты теперь можешь говорить, что теперь это гамбургер Мачаева, типа Гамач. Ну, пока да, так. Окей, а если не секрет, какие это вообще вложения? Может быть, кто-то нас смотрит и тоже захочет открыть общепит. Ну, ну, это очень маленькая точка на самом деле. И, ну, здесь уже все готово было, но я здесь много чего переделал, много чего поменял. Ну, это очень маленькая точка, и здесь, ну, тяжело что-то, ну, развиваться тяжело все равно, но я здесь очень много уважения тут взял. Ну, чуть больше двух миллионов ушло мне на эту точку. Как с окупаемостью, с народом? У тебя есть большой ресурс медийный своего Инстаграма и Инстаграма своих друзей-спортсменов, как я понимаю, по рекламе. Как вот люди на это, как бы, смотрят? Ну, это, конечно, очень хорошо сказалось на этом бизнесе, очень помогло мне. Когда я только открылся, у нас здесь, ну, очень низкая посещаемость, да, грубо говоря, была. Когда, ну, друзья с зала, там, начали, там, Хабиб, Ислам, там, сделали рекламу, там, те, у кого там миллионники есть, подписчики, там, сделали рекламу. Ну, ну, пошел оборот, да. И на данный момент, ну, и людям тоже нравится, естественно, мы стараемся следить за качеством. У нас все свежее, все натуральное, и стараемся следить за качеством, и людям нравится. И те, кто приходят к нам один раз, они, в основном, становятся нашими постоянными клиентами. На данный момент ты уже купил вложения или еще нет? Я не думаю, что, хотя, может быть, я уже купил, не знаю, но я просто постоянно вкладываю деньги сюда, постоянно что-то меняю, что-то добавляю, там, мебель поменял, что-то там сделал, печь поменял, вытяжку поменял, сейчас дополнительную приточку делаю и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Много чего здесь меняю, по ходу дела, поэтому. А вот такими штуками, как меню, ты сам разрабатываешь или какие-то специалисты у тебя? Ну, у нас есть шеф-повар, да, который помогает нам в разработке меню, ну и сами мы тоже что-то смотрим, где-то видим и пытаемся адаптировать это под себя. Допустим, сейчас мы в меню ввели такое блюдо, как сырные палочки, да, мы их заказывали, как в основном все заведения делают фастфудовские, да, они заказывают замороженные сырные палочки и продают их, да, жарят при цирре и перед продают. Нам они не очень понравились, и вот наши ребята там товара разработали, мы сами закупаем свежий сыр и сами делаем сырные палочки. И точно так же и наггетсы мы сами делаем, и они, ну, значительно отличаются по вкусу от полуфабрикатных. У тебя есть какая-то мысль расширяться, или это просто временный такой бизнес? Ну, сейчас уже идет у нас расширение, в соседнем городе Каспийске мы уже делаем ремонт, и там более большую точку мы сейчас собираемся открыть, и там, я думаю, по меню тоже будут варианты расширяться, более, ну, там значительно, что-то новое в меню вводить. Ты связываешь с этой индустрией свое будущее? Ну, я помимо этого еще несколькими моментами занимаюсь, несколькими вещами. Сейчас я открыл магазин, вчера было открытие, кстати, называется «Банки-склянки», это магазин товаров для дома, ну, что-то типа, ну, как женский магазин посуды, да, грубо говоря. Вчера у нас было открытие тоже, вроде бы пока все хорошо там идет, и, ну, я в этом направлении собираюсь развиваться, я не знаю. И вот по общепиту именно эта линия, ну, она, она, помимо того, что она сложная, она и интересная. Есть куда расширяться, есть куда двигаться, и поэтому в этом направлении, я думаю, будем расширяться, двигаться и идти дальше. Мы так плавно вернемся тогда к началу вот этого нашего вопроса. Ты сказал, что все, у тебя новость в том, что бойцом ты больше не будешь. Почему? Акционально бойцом больше не буду, я так буду заниматься, тренироваться для себя буду дальше. Хочу выступать по грепплингу, по джиу-джитсу, но в профессиональных боях я уже участвовать не буду. Я понимаю возраст, 33 года, и меня, ну, просто травмы одолели уже. У меня нога до спорта не восстановилась полноценно. У меня все руки переломаны, перебиты, все пальцы. И уже несколько операций перенес, мне уже 33 года, и я понимаю, что сейчас мне еще где-то полгода надо минимум восстанавливаться, чтобы вернуться в спорт. Еще если я какую-то травму, не дай бог, получу, это опять, короче, это больничная колька. Это я вот после операции, у меня жесткая депрессия была, я два месяца там на костылях ходил и думал, для чего мне это нужно было. Я вообще загнал себя к этому и пришел в конечном итоге. Поэтому, не знаю, нет желания. В какой-то момент, один момент у меня появилось желание, думал о возвращении, потом поехал на турнир, на соревнования. Там так один из турниров неудачно для наших ребят сложился, я всю эту картину изнутри видел, когда сам помогал им, секундировал и так далее, и так далее. Я сильно задумался, думаю, точно не хочу возвращаться. Это висогонка, это все, такие стрессы организмы испытывать, уже когда возрастной ты человек. Некоторые люди, да, как Балаев, он поздно начал, 37 лет только начал заниматься, грубо говоря. А я уже больше 20 лет из спортзала не улазил, и у меня уже нет желания и сил нету возвращаться. В основном, то есть вопрос больше психологический, да, наверное? Да, психологический, да. Но не то, что психологический. Для меня это всегда было как работа, как заработок. Я к этому относился, как к работе, грубо говоря. Сейчас у меня есть свое дело, есть чем зарабатывать, откуда зарабатывать, и уже нет вообще желания возвращаться. Потух, грубо говоря, огонь потух, нет огня, нет смысла. Интересно. Но, как я понимаю, тебе... Я понимаю, что я сейчас не стану куда-то чемпионом UFC, не стану куда-то грезить о чем-то там, о большом. Уже смысла нет, да, грубо говоря, уже возраст не тот. Но, как я понимаю, тебе нравится же все равно ездить, секундировать ребят, сопровождать тоже на боях? Эту кухню просто я все знаю изнутри. Я все эти диеты и методики все испытывал на себе. И, как бы сказать, есть в этом большой опыт. Я просто помогаю ребятам. Это значительно, но я же с ребятами разговариваю после того, как я им по диете, поэтому он помогал. И многие ребята говорят, что очень сильно помог я им в этом. Ты поедешь на бой Хабиба? Ты в прошлый раз же ездил в Абу-Даби, я так понял секундировать всех ребят. На бой Хабиба поедешь? Планирую. Ну, сейчас у меня виза закончилась, и я планирую сейчас подавать на визу. И если все хорошо будет с визой, то обязательно поеду, собираюсь ехать. Именно как часть команды, да, то есть помощь, тоже вот диета? Ну да, 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 помогать. Если им моя помощь потребуется, я всегда рад. А так-то я в любом случае, даже если им помощь моя не понадобится, я поеду на бой в любом случае. Ты сейчас тренируешься, ты сказал, хочешь по грэпплингу тоже выступать? Да, я тренируюсь, я начал тренироваться буквально месяц назад, но пока, ну, я борюсь только в партере внизу, грубо говоря. На ногах еще не могу пока бороться, нога не очень уверенно себя чувствует. Я в железном наколеннике, с оставками железными, в таком наколеннике борюсь снизу. Пару слов скажи о бою, предстоящем Хабиба, что думаешь? Ну, я думаю, Хабиб сломает его, заклинчует, сломает, свалит, под себя загонит и просто забьет, трамбует. Есть примеры, да, боев, где Фергус Андролса с борцами, с тем же Кейном Ли там и с другими там ребятами, забыл их имена там. Они просто валили его и избивали, просто в конечном итоге они устали. А Хабиб не устает, да, и он не остановится. И просто Фергюсон, там, допустим, два-три раунда избиения, когда человек сидит, во что он превратится. Пока там раунд выдерживал, а дальше. А вот можно, многие люди говорят, что Фергюсон самый опасный соперник Хабиба за всю его карьеру, ты согласен с этим или нет? На мой взгляд, он-то неудобный соперник, я бы сказал, неудобный, но не самый опасный. Я думаю, ребята, которых... Да, тот же Майкл Джонсон, которого побил Хабиб, он выигрывал у Фергюсона. Хороший ударник, с хорошей защитой от борьбы, он перебивает Фергюсона. Вот и все. Я не знаю, есть ли у тебя дети, но, условно, если у тебя есть сын или если у тебя будет сын, ты бы ему посоветовал бы пойти в ММА или сейчас, вот, с высоты вот этой, да, то, что ты понял, что если каких-то там, да, вот, нету больших амбиций, и если к этому относишься просто как к заработку денег, то, наверное, не стоит этого делать, ты посоветовал бы своему ребенку сейчас записаться в секцию ММА или вольной борьбы? Секцию ММА изначально ни в коем случае. Я все это через себя пропускал, и я знаю, как это работает, и с моими знаниями, если бы они были у меня 10 лет назад, я бы сохранил свое здоровье. Но я также понимаю, что спортом обязательно должен заниматься ребенок, потому что спорт воспитывает в ребенке дисциплину и характер, это неотъемлемые и важные качества, которые должны быть. Должны воспитываться в каждом ребенке. А по поводу того, что чем он будет заниматься, он будет заниматься олимпийским видом спорта, и, на мой взгляд, лучший из олимпийских видов спорта – это вольная борьба. Он однозначно будет заниматься, а пойдет ли он дальше в профессиональное, это уже мы по ходу будем смотреть, будет ли иметь смысл. Но я то, что знаю, то, что умею, я все свои знания передам, грубо говоря, ребенку, если у него будет получаться. Еще ты рассказываешь про то, что оставил очень много здоровья в этом спорте, но вот смотря твои бои, и я давно за твоей карьерой уже наблюдаю, я не сказал бы, что именно конкретно в боях ты тратил там много здоровья, да, то есть бои у тебя достаточно проходили легко. А в основном все теряется на тренировках получается или как? Бои – это всего лишь 5% от тренировочного процесса. На бой ты выходишь 3 раунда по 5 минут, а те же самые вот эти раунды, еще если ты готовишься на 3 раунда по 5 минут, ты делаешь спарринги 5 по 5, да, грубо говоря. И ты их делаешь в течение 2 месяцев, там, 2-3 раза в неделю. И это 90-95% всех травм, которые получают бойцы, получают во время тренировочного процесса. И многие бои выходят с травмами. И вот и все. А то, что в боях я дрался, я всегда старался драться максимально безопасно, да, для себя, грубо говоря, чтобы получать меньше всего травм. То есть если бы ты вернулся бы вот на 10 лет назад, ты бы по-другому бы себе сказал бы подходить к тренировочному процессу или просто бы сказал бы себе, не занимайся ММА? И к тренировочному процессу, и я бы однозначно занимался ММА, потому что благодаря ММА, да, я там, у меня открылись многие двери, я познакомился там с товарищами многими, со своими, да, с кольскими дружами и так далее, и так далее, там много-много всего. Но я бы однозначно занимался ММА, но я бы, думаю, с теми знаниями, которые сейчас у меня есть, я бы сохранил свое здоровье в плане тренировочного процесса, в плане сгонки веса. Потому что сгонка веса, она просто невероятна, она истощает организм, убивает организм, и много травм у бойцов получается на фоне сгонки веса и так далее, и так далее. А если немножко продлить вот эту полосу временную на 10 лет вперед, ты можешь какой-то прогноз сейчас поставить, как ты себя видишь через 10 лет? Я буду стараться заниматься бизнесом, я не знаю, в какой сфере или куда я через 10 лет подамся, но я в любом случае хочу заниматься, ну, двигаться в этом направлении. Ну, потому что я всю жизнь, да, грубо говоря, тренировался, ты тренировался в свободном графике, я-то заставлял себя ходить на тренок, но если ты, допустим, не хочешь идти на тренок, ты не идешь на тренок. Если хочешь, идешь, ну, естественно, ты, как профессиональный спортсмен, тебя заставляешь каждый день по режиму ходить на тренок, да. Ну, грубо говоря, сам себе хозяин. Сейчас сидеть в офисе с утра до вечера и зависеть от рабочего времени, от графика, рабочего я просто не смогу. Просто не мое. И тогда добивочка к этому. Прошлое наше с тобой интервью, оно было такое грустное немножко, когда мы с тобой встретились, как раз в Дагестан, когда я приехал. Сейчас я вижу, что ты улыбаешься, во-первых, и мне кажется, у тебя намного настроение лучше. Мне правильно кажется, то есть у тебя сейчас все хорошо? Да, у меня все хорошо. Да, у меня и тогда все хорошо было, просто это временные, возможно, какие-то временные трудности. Это все мелочи. Окей. Бурат, рад был тебя слышать, рад, что ты в этот раз улыбаешься. Надеюсь, что у тебя все попрет из бургерной, если что. Закидывай нам какую-нибудь информацию, про обновление в меню тоже у себя опубликуем. Самое главное, в следующий раз, когда в Дагестане будешь, обязательно ко мне надо. Я хотел, кстати, еще в тот раз, просто у нас такая, видишь, поездка получилась всего два дня, и я просто не успел физически. Но я обещаю, что в следующий раз я посещу. Я жду звонка, жду сообщения. В следующий раз, когда в Дагестане будешь, буду рад видеть тебя. Хорошо. Мурат, спасибо тебе за интервью. Мне кажется, получилось информативно интересно. Наших подписчиков, я попрошу и зрителей подписаться на твой инстаграм. Может быть, на инстаграм. Он появится внизу экрана. Вместе с твоим. И подписаться на инстаграм Вестника ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Мурат, спасибо. Спасибо. Инстаграм Вестника ММА – это самая крутая страница, на которую обязан подписаться любой болельщик ММА во всем мире. Горячие инсайды, уникальные новости, розыгрыши призов, прямые трансляции со звездами ММА и ответы на все ваши вопросы. Еще не подписаны? Тогда бегом справляться.